Восьмое августа. ЧП на военном полигоне вблизи села Ненокса. Погибли люди. По официальным данным в Северодвинске на полчаса подпрыгнул радиационный фон. Спустя две недели после инцидента волнения все же поутихли, но не у всех. Что делать с овощами, которые растут на наших грядках, спрашивают дачники. Неужели и так скудный урожай этого холодного лета придется выкинуть? Об этом мы решили сделать очередной выпуск программы Северодвинск в деталях. Начнем с берега острова Ягры. ЧП произошло примерно в 30 километрах отсюда на военном полигоне, но туда сегодня не добраться. Есть два варианта. Это по дороге в Неноксу, которая сейчас строится, но по сути это автозимненький. Даже на полноприводном автомобиле шансы почти равны нулю. Также самый распространенный вид транспорта это железнодорожное сообщение, но для того, чтобы оформить пропуск для проезда по территории военной части, необходимы несколько недель согласований. Поэтому вот оно, Белое море, где все произошло. И вот уже народный эксперт по происшествию в Ненокс, под Ненокс Алексей Климов, эколог. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Вы уже раздали десятки интервью и местным СМИ, и федеральным, и в том числе международным. Расскажите, вот после 8 августа, спустя две недели, какие остаются опасения, возможно, последствия вы уже наблюдаете? Хорошо, только сначала скажу, что мне сейчас помогает работе как раз информация с 1993 по 2000 год, когда я в аспирантуре готовился по радиоактивной тематике. И был и в Соединенных Штатах Америки, и в Норвегии. То есть вы много знаете об этом? Вот это как раз очень помогает, потому что на самом деле это общая проблематика. Приходилось быть на вестах аварий. И вот здесь хочу сказать, что на сегодняшний день видно, что население не успокаивается. Информация и тревожность населения возрастает. Почему? Потому что, во-первых, появился получасовой сюжет встречи военного с жителями Неноксы. Вот там проходила работа по проверке одного из ракетных двигателей. Но этот ракетный двигатель питается изотопами ядерных. Произошла нештатная ситуация, и в результате произошел взрыв. Но не ядерный, а взрыв взрывчатого вещества. В результате чего вот эти элементы оказались на конструкции, которая находится там, и люди, которые там находились, они на себя, на одежду, они получили вот это вот дорожение. Море выносит на берег вот эти предметы, которые были на этих панцонах, один из которых появилось. Я знаю, что кто-то уже собрался посетить это дело. Так вот, я хочу вас предупредить, что этого делать не надо. Поскольку могут быть те проблемы, о которых вы тут боитесь и опасаетесь. Поэтому берег и охраняем, чтобы туда как бы никто не выходил. Баржа с испытаний, с морским контейнером, на который упал кран, проломленный крышей, значит, прибило, сорвало скрепление, значит, закрепили плохо, и прибило к устью реки Верховки, это прямо на территории поселка Сопка. Значит, и... Она заражена там? Да, и местные жители подошли с дозиметрами и сами убедились, что железо на палубе фонит. Насколько серьезно? Значит, ну, они сказали, что уровень где-то в 10 раз превышающий норму. Не надо ни к чему подходить сейчас, железному или похожему на куски корабельной обшивки, что будет выбрасывать Белое море. А в причине какого времени все это будет происходить выбрасывание? И возможно ли, что тут можно... По предыдущим опытам у нас Белое море выбрасывает все примерно через 2 недели. Сегодня мы с вами разговариваем как раз, когда 2 недели прошло, с 8 августа. Вот. И действительно это может происходить потом и в течение полугода. Больше, конечно, будут выбрасывать от Солзы до Сюзьмы. Вот на этом берегу. Вот у вас сейчас в руках дозиметр. Давайте вот на берегу Белого моря. Я уже попал во все каналы мировые. Да, у меня их 3. Сейчас 20 микроорентген. Да, 20 микроорентген в час. То есть это обычные уровни. Пока мы с вами... Я говорю еще одно, что люди не очень это понимают. Вот сейчас взять 30 дозиметров, встать по набережной в разные точки. И будет показывать разные уровни. Потому что это невысокий уровень радиоактивности. А если бы было мощное заражение, тогда бы он шкалил. Как говорится, зашкаливал. И вот тогда уровни менялись бы на более высоких позиций. Ну и сейчас основной рекомендацией населения это все-таки не трогать, не подходить к каким-то железным частям. Ну да, честно и откровенно, да. Даже не на кшане уже поняли, что не надо сейчас, особенно в Нюнаксе, Сюзме, Солзе, ловить рыбу прямо у берега. Прибрежный лов. Ну конечно, это риск высокий. Потому что мы не знаем, опять же, как идет миграция изотопов в водах Белого моря в Двинском заливе. Алексей, расскажите, как пользоваться прибором, чтобы мы смогли на дачных участках попробовать замерить? Хорошо, да. Но это вы не получите информацию, например, о том, какой уровень изотопов в корнеплодах. Это просто общий фон. Еще расскажите про показания. То есть до какой цифры нормально? Ну я говорю обычно, что для нас уже удивительно, если будет 50 микроэнген в час, а так 60 микроэнген в час – это официальная цифра, с которой надо думать, что что-то не так для нашей территории. То есть все, что до 60 – это нормально? Терпимо, да, скажем так. Но уже 50 – это уже тревожно, то есть что-то не так. До 50, значит, смотрим? Да, все-таки до 50, я считаю так. А если все-таки вот сейчас здесь 12, может где-то на каком-нибудь дачном участке мы найдем 35, это будет? Это еще не тревожно. Итак, в городе, в районе улицы Лебедева, дозиметр Алексея Климова показывает 8 микроэнген в час. Сейчас мы направимся на дачные участки. Самый ближний к эпицентру ЧП под Нюноксой – это зеленый бор. Мы взяли еще пакеты для хранения овощей, продуктов, чтобы взять картошку, морковку и отвезти их на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии. Поехали. Мы на месте, сот зеленый бор. Показания прибора сейчас 14 микроэнген в час, но это абсолютная норма. Татьяна нам решила показать свою морковь и свой картофель. Татьяна, расскажите, вы переживаете за состояние урожая? Не переживаю, и все. А дети переживают, не хотят ничего есть, ни грибов, ни картошки, ни ягод. Серьезно? Да, серьезно. Вон соседи тоже, дочь говорит, не помню ничего есть. Вот беда. Давайте на вашем участке проверим. Ну вот абсолютно не меняется, да, то есть если бы объект был заражен, то есть он бы начал менять показания, тут получается никакого ничего нет. Нормально все, да. Но мы все-таки постараемся исследовать ее на специальном аппарате в Центре гигиены и эпидемиологии в Северодвинске. Давайте положим в пакетик, который покрупнее. Здесь даже за сараем, я думаю, что они и все скрывают, даже ветер вот какой-то, и все здесь тихо. Нет, высота. Да, ветер все спасает. Даже в этом году спасает картошку. Вот у людей почернела картошка, вот почему-то вот там, на соседних участках, где вот не закрыто. А у нас с сараем, да все, так вот видите, она еще зеленая. Почернела, в смысле, ботва? Да, почернела ботва полностью такая. Картошка тоже не уродилась из-за холодного лета? Картошка уродилась наоборот. Уродилась, большая. Вот видите, здесь даже ветка вроде бы маленькая, а картошка вот как. Ну и как, ничего. Все прекрасно. Ну вот, здесь же все прекрасно. Не излучает радиацию. Давайте мы тоже возьмем ее на анализ. Зеленый бор находится рядом с морем. Мы решили и здесь замерить радиационный фон на берегу. Это, наверное, сейчас самая доступная и близкая к месту взрыва точка. Совсем недалеко деревня Солза. Ну и Ненокса поблизости. Прибор показывал параметры от 8 и до 14 микрорентген в час. Совершенно нормальные показатели. Бесплатное обследование почв, воды, овощей, радиацию. Сейчас мы в Соте-Двина и здесь самая минимальная отметка. Это всего лишь 5 микрорентген в час показывает наш прибор. Сейчас зайдем кому-нибудь на участок. Вы-то как, не переживаете насчет радиации? Нет. Я даже грибы кушаю. А, грибы вот прямо тут еще. А вас как зовут? Володя. Владимир. Так, а у вас есть какой-то, хоть какой-нибудь урожай к моркови или картошке? Морковка? Ерунда. Вот, а вручши, а вручши закатал банки там. Вот. Клубнику собирали. Давайте какую-нибудь морковинку проверим. Любую. Что это за морковка? Так, смотрим. Ну, никаких признаков, да? Опастения дачников не подтверждаются. Давайте нам ее. Мы ее возьмем, увезем на исследование. Вот сосед у меня. Ему дочке запретили грибы ездить. Вот картошечку. Ничего не будет. Ну да, они меняются. Как было 7, так и было 7, да? Да, да, да. Ну, в общем, больше молодое поколение, так понял, беспокоится, да? Да, так. Ну что, у вас, видите, максимально на участке 14 микрорентген в час. Ну, это нормально. Это нормально, да. До 50 микрорентген можно жить спокойно. Спасибо, до свидания. До свидания. Поедем в Беломорх. А, подача. Там исследовать еще. Ну, сейчас мы в СНТ Беломор. Рядом СНТ Север. Оба они очень больших и крупных. Здесь также показания дозиметра особо не отличаются 9 микрорентген в час. Попробуем взять здесь морковку и картофель на наш анализ. Итак, морковка. Возьмем вот эту с края. Или самая крупная. Ну, источником излучения это, по всей видимости, тоже не является. 8 микрорентген. Ну, а на этом мы исследование не заканчиваем. Возьмем с собой. Пойдем за картофелем. Ну, вот у нас самые первые отличительные показатели. 16 микрорентген. Ну, конечно, тоже не поводили беспокойства. До 40, до 50, возможно. Картофель в СНТ Беломор. Тоже возьмем на дополнительные исследования. Вот мы в Центре гигиены и эпидемиологии привезли свои образцы овощей из сдачных участков. Денис Николаевич, расскажите, пожалуйста, как происходит у вас исследование именно вот, так сказать, на наличие радиации. Испытания проводятся в кабинете. Пройдемте. Как называется? Радиологическая лаборатория. Радиологическая лаборатория, совершенно верно. Проходите. Для проведения испытания у нас имеется универсальный спектрометрический комплекс ВСК Гамма-Плюс. Это российский прибор, необходим для обнаружения радионуклидов, альфа, бета и гамма излучающих радионуклидов. Здесь только овощи, да, или что-то еще? Данный прибор предназначен для определения объектов внешней среды. Это вода, почва, а также пищевых продуктов. Что можно узнать после анализа вот в этом приборе? В пищевых продуктах нормируется санитарными правилами и техническим регламентом 0.21 содержание цезия и стронция. Ну и предварительно образцы, которые поступают, подлежат контролю с помощью дозиметров. Размеряются на поверхности пробы мощность дозы гамма-излуча. А давайте хотя бы наши овощи измерим с помощью ваших зиметров. Тут 0.09, да? Ну да, по сути дела, значения не меняются. Естественный природный фон. Но на самом деле подобные исследования, даже более обширные, уже проводились по предписанию Роспотребнадзора. Андрей Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, о итогах. То есть, что было взято на анализ, да, и в общем, какие есть опасения? Ну, в связи с ситуацией, которая произошла 8 августа 2019 года, Северодвинским территориальным отделом было принято решение и установлены мониторинговые точки на территории города Северодвинска, а также в ближайших садово-некоммерческих товариществах и в селе Ненокса. По данным точкам были проведены замеры гамма-излучения фона радиационной обстановки на территории. Также отобраны пробы воды, почвы, и я с уверенностью могу вас заверить, что все результаты, они соответствуют действующим санитарному законодательству. То есть, каких-либо нарушений не выявлено. А что по овощам? Овощи тоже задавали? Да, то есть, в том числе и население приносило, и можно также с уверенностью утверждать, что все, что население собирается на своих садово-некоммерческих, на своих приусадебных участках, можно использовать в пищу, а также ходить в лес за грибами и ловить рыбу. То есть, это из Ненокса тоже? Да, в том числе, да, были исследованы продукты и села Ненокса тоже. Все овощи мы сдали на исследование, правда, лабораторный анализ проведут только на следующей неделе, когда из отпуска вернется специалист. Мы надеемся, что нам удастся попасть в лабораторию и снять процесс, как проходит исследование, и показать конкретные цифры на мониторе компьютера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Это из-за слова «cable» Para сейчас он ни Giant к емуでも выписал действий Блг-блг-блдлг- бел Bonnie Субтитры создавал DimaTorzok ».